Доброе утро, мои родные люди. Я внизу во дворе. Жду брата, и сейчас мы пойдём на мою квартиру. Сегодня мы уезжаем в деревню, поэтому нужно решить все вопросы. Я ноутбук беру с собой, кстати, в этом платье, в котором просто можно запариться. Просто сейчас утро, 9 часов, поэтому не так уж жарко. Я думаю, самый раз надену-ка я это платье. В общем, мы решаем сейчас все вопросы на моей квартире, потому что 1 числа туда заезжают квартиранты, и надо всё это закончить. И потихоньку собираем манатки и в деревню. Для мамы, кстати, будет это сюрприз, потому что я сказала, что я приеду в субботу. Но на самом деле сегодня пятница, и мы уже двигаемся сегодня. Мы передумали в последний момент, решили, что 2 дня в деревне это слишком мало, поэтому закруглимся с нашими делами. К сожалению, не успела смонтировать для вас материал, поэтому ноутбук беру с собой. У меня брат купил такой крутой ноутбук. Он такой лёгкий. Стоит, конечно, очень дорого. Мощный, лёгкий, маленький, очень удобный. Можно прям в любое место брать с собой. Я тоже хочу его купить. Как только я решу все свои вопросы, там, с правами и все дела, он уже идёт. Брат уже идёт. Мы уже на месте. Вроде как я в одном влоге вам показывала. Вот такая вот у меня будет мебель такого цвета. Как раз, я думаю, под дверью. Конечно, здесь зеркало надо помыть и так далее. Но сейчас приступим уже к сборке. У меня, значит, шкаф, комод, кровать и 2 тумбочки. Но я думаю, что комод, скорее всего, здесь не поместится. И одна тумбочка тоже. Поэтому посмотрим. Я пока что не знаю, где что будет стоять. Но диван точно остаётся здесь. Хотя все мне советуют перенаправить его на кухню. Я думаю, что... В кухню. Я думаю, что лучше будет, если он останется прямо здесь. Здесь у меня будет кровать. Здесь шкаф. А сюда переместится диван. И дальше уже по ходу будем смотреть, что как почём. Я, короче, сгоняла, купила себе пиццу. Потому что я голодная. Я всегда голодная. Покушаю. Начну монтировать. Вот такая вот тумбочка у меня от комода. Её мы разбирать не стали. И уже привезли в таком вот виде. Надо всё протереть, вытереть. Ну, так нормально смотрится. Опрятненько, красиво. Вот так. Рядом будет это, с кроватью стоять эта тумбочка. У меня появилась минутка свободного времени. Я села, смонтировала видео для вас. Это блог. Правда, не очень интересно, как я собираю чемодан. Но всё равно решила выложить. Вы часто мне задаёте вопрос, как ты всё успеваешь. Это всё очень просто. Каждую минутку свободного времени надо использовать с пользой. Вот так вот села, смонтировала. Буквально полчаса времени у меня ушло на этом. На кухне у меня валяется матрас. Он у меня на чили. Не новый он, конечно, не в лучшем виде. Но ничего. Сверху чистенькую простыню и нормуль. Здесь уже вовсю собирается шкаф. Уже почти готов. Смотрите, какой большой у меня шкаф будет. Всё аккуратненько, опрятненько. Так, контакт делай. Оп, готово. Собрали мы, значит, шкаф. И здесь у нас остаётся вот такая вот дырочка, к сожалению. Потому что здесь ригет, как вы видите. То есть задвинуть шкаф полностью к стене я не могу. Что делать с этим пространством мы пока не решили. У светлой головушки появилась идея. Вот куда надо сунуть его. Хотя непонятно, поместится он туда или нет. Надо измерить. В последний раз, когда я была у себя на квартире, мы пили чай с подружками. Здесь было как бы обмывание квартиры, так скажем. И я, получается, вылила чай и, не помыв, ушла. Остались разводы. Сейчас я пытаюсь как-то оттереть комитом это всё. Вообще я поняла, что всё надо оттирать сразу. Как только это остаётся на недельку, всё, это всё железобетонно. Въедается в поверхность, потом хрен уберёшь. Вот такой бедненький стол у нас получился. Чай, пицца. Я свою пиццу уже съела. Панкеты. Ну, рады тому, что есть у нас. Ничего. Пьём чаёчек. Перекус у нас такой небольшой. Немного устали. Решили кровать установить уже после приезда, потому что мы уже не укладываемся. А шкаф уже закончили. Чуть позже покажу. Ну что, шкаф у нас уже готов. Правда, видно, что он не новый. Кое-где есть маленькие небольшие царапины. Но, в общем и целом, для сдачи, я думаю, идеально. Надо помыть это зеркало. И сюда идеально подходит тумбочка, которая у меня есть. Я как раз-таки сюда засуну тумбочку. Что касается функциональности шкафа, покажу вам внутри. И здесь вот такая вот штука, чтобы висели вещи. Наверху полочка. Затем открываем здесь. Здесь обычные полки, чтобы сложить и положить вещи. На самом деле, места предостаточно. И вот. Здесь опять эта труба. По-моему, они даже переделывали. Здесь были полки. Они заменили вот такой трубой. Это удобнее. Вот такой вот шкаф. Мы все-таки подумали, раскинули мозгами. Мы просто не успеваем собрать еще и кровать. Поэтому кровать пусть останется, когда уже приедем. Буквально через два дня мы приезжаем из деревни. Тогда уже соберем кровать. Не критично, не срочно. Еще время есть. Для вас это просто следующий кадр. А для меня фронт проделанной работы просто. Я позвонила бабушке, спросила у нее, что же она хочет, чтобы я привезла ей из Баку. Она мне сказала, что у нее закончились лекарства, которые я решила пойти покупать. Обычно в любой аптеке эти лекарства есть. И откуда знаю, потому что всегда эти лекарства покупаю я. Но, к сожалению, не в этом случае. Когда тебе реально срочно это нужно. Если ты не купишь, то бабушка на тебя просто обидится. Это прям 100%. Именно в этот момент нигде нет этих лекарств. Я просто переходила весь район. Везде была. Пришлось ехать. Мне сказали, что если там аптека одна, там все дорого. Но там всегда все лекарства остаются. Поэтому взяла именно там. Чуть-чуть подороже получилось. Не сильно там разница. Потом зашла в супермаркет. Купила разные вкусняшки нам на дорогу. И чтобы все остались довольны. А сейчас по-хорошему надо уделить время себе. Немножечко искупаться. Как немножечко? Искупаться. Хотя я вчера купалась. Но все равно я думаю, в дороге свеженькой надо быть. Вот, пожалуй, если останется время, то я еще и искупаюсь. Вообще надо раньше вставать, когда вы встаете рано. Так много всего успеваешь. Сейчас время всего, по-моему, час дня. Максимум два. А я просто с братом проделала фронт работы. Молодцы, да, мы? Поэтому надо вставать пораньше и ложиться тоже. От тебя мы, к сожалению, не берем с собой. Ты останешься здесь. К сожалению. Но дорога для тебя это стресс. Поэтому сиди дома. Ты же у нас домашний, городской парень. Да, с одной стороны страшно его оставлять одного. Но с другой стороны, куда я его тащу? Всего на два дня уезжаю. Радость, маминя. Радость есть тебя, мама. У мамочки своей я тоже спросила, что же она хочет, чтобы я ей привезла. Мама сказала, чего-нибудь вкусненького. Я ей взяла пахлаву ее любимую. Пахлава, немножко крылышек, немножко сосисок самых любимых, фисташки, другие орешки. И там кое-что еще. Вот здесь напитки, булки и все дела. Почему я беру так мало? Могу объяснить. Во-первых, я не одна в машине еду. У них тоже куча вещей. Это раз. А во-вторых, буквально через неделю мама сама тоже приезжает. Поэтому по чуть-чуть всего. Вещь я упаковала. И только сейчас я поняла, что оказывается подзарядное устройство от моего телефона осталось на моей квартире. Но ехать туда-обратно мне неохота. Переть тоже. Я решила просто взять с собой пауэрбанк. Ничего, как-то выживем. Сейчас на прощание дурочка тоже покормим. Его любимым жидким кормом. Я везде эти, как сказать правильно, миски его оставлю сухим кормом. Два дня как-то перекантуйся. Я тут Твиксу готовлю мисочки. В каждой комнате по миске и поилку обязательно. Вот, чтобы он, если проголодался, если что, чтобы всегда было что поесть. Очень волнуюсь. Волнуюсь за моего сыночка. Но взять я его с собой тоже не могу. Видела в интернете, как девчонки покупают электронные кормушки. Или как правильно. То есть через блютуз подключается. И ты можешь каждый день насыпать столько корма, сколько хочешь. Потому что обычно, когда корм проветривается, у меня лично кот теряет интерес к еде. Поэтому лучше было бы, если было подобное оборудование. Но, к сожалению, нету. Поэтому приходится обходиться подручными средствами. Для этого дурачка в каждой комнате по корму и водичка. Да, мой сладость. Не грусти без нас. А себе вот такой вот перекус на дорогу. Булочка такая, знаете, мягенькая. Один раз мама купила эти булки. Я была в восторге. Сегодня тоже решила себе взять горячий чаек. Перекушу и все, в путь. Вы знаете, это называют законом подлости. У меня есть пауэрбанк. Но, к сожалению, в нем в нужный момент нет зарядки. Зачем он нужен, непонятно. Ну, у меня здесь процентов 30 зарядки. Хотела свои видео посмотреть. У меня иногда бывает такое желание, огромное желание, просто смотреть свои старые видео. Вот сейчас как раз-таки было такое желание. Но, наверное, думаю, лучше оставлю зарядку. Еще понадобится. Вы знаете, я настолько привыкла во время еды кого-то смотреть. Ох уж этот ютубчик. Что я решила пожертвовать своей зарядкой. Ничего страшного. Дороги музыку не послушаю. Но самое главное, во время пить я чая, чтобы у меня было что-то. Даже, знаете, не столь важно, какую передачу я смотрю. И действительно ли мне интересна эта тема. Иногда даже какой-то чей-то влог могу посмотреть. Просто самое главное, чтобы кто-то на фоне болтал. Странная, да, тактика? Даже когда купаюсь. Даже когда мою посуду. У меня всегда кто-то на фоне болтает. Ну, все, я готова. Так особо макияж сделать, наряжаться неохота. Все равно едем в машине. Здесь я спускаюсь вниз, сяду в машину и там выйду во дворе. Так что особо не наряжаемся. Надела вот эту футболку, как я планировала. Оверсайз. Вообще, надо побольше купить футболок вот таких. Потому что они прям, как сказать, под все, так скажем. Можно под джинсы потом носить. И шорты. Вот эти мои классические, которые мне в талии немножко велики. Ну, в общем-то, я готова. Все собрала. Сейчас надо позвонить брату и спросить. Ну что, вы выходите или нет? Я уже готова. И под мой прикид идеально подойдет вот эта пара обуви. Новенькая, которую я заказала. Если честно, очень сомневалась. Думала, успею поносить или нет. Но хорошо, что заказала. Потому что посылка пришла очень быстро. А жаркие деньки еще даже впереди. Поэтому, получается, я купила со скидкой, сэкономила. И вот, ношу себе в радость. Но я все-таки надеюсь, что хотя бы эта пара обуви будет не такая, как предыдущие. Помните, коричневые мои, которые я вам показывала, нахваливала. Но они очень быстро. Вот здесь вот появилась дырка. И вот здесь. То есть материал очень некачественный. Вчера я вела прямой эфир. Он весь эфир лежал на мне. В общем, воду не включай. Слышала меня? Не включай. Потом газ открытым не оставляешь. Вот, если кто-то придет, дверь не открываешь. Вот. Не мурлыкай сильно, чтобы никто не понял, что ты один дома. Вот. Ну, где бабки, ты не знаешь. Скучать буду по своему сладкому. Съезд тебя, мама. Съезд, съезд. Ну все, я уже внизу. Ждем жену двоюродного брата. Все уже загрузили в машину. Вроде все помещается. Правда, мы немного поздновато, на самом деле, вышли. Поэтому доедем, и уже, наверное, стемнеет. Особо там поснимать вам не смогу. Наверное, я так думаю, скорее всего. Хотя, чем черт не шутит. Возможно, получится. Мы собрали только шкаф. В общем, мы в путь. Пожелайте нам удачи, чтобы мы хорошо доехали. Как говорится, Рэйби, я сервела с вами сэйвэнангаза. Рэй! Это молитва, которую всегда читает моя бабушка. Я начало знаю, а конец нет. Поэтому делаю вид, что я прочитала все. Итак, давайте немножко расскажу вам про дорогу. Расстояние 158 километров. Обычно мы это расстояние проезжаем где-то за 2 часа, где-то 2.20. Но в этот раз почему-то получилось длиннее, потому что небольшой отрезок дороги был в состоянии ремонта. Вообще, часто ремонтируют у нас дороги. Почему они так быстро портятся и приходят в негодное состояние, я даже не знаю. Именно из-за этих моментов пришло ехать достаточно медленно, потому что одна полоса была, можно сказать, полностью закрыта. Поэтому потратили чуть больше времени, чем обычно тратим на эту дорогу. Вообще, изначально я всегда думала, что легче всего водить на трассе, потому что там нет других машин. Но потом мне объяснили в автошколе, что самое опасное как раз-таки расстояние, это когда ты едешь на трассе. То есть малейшая твоя ошибка стоит твоей жизни, потому что высокая скорость. И несмотря на то, что, например, в городе ты можешь врезаться в другую машину и просто поцарапать машину, помять, ничего такого супер сверхъестественного не произойдет. А трассы это всегда опасно. Раньше я, например, об этом не знала. Короче, мы здесь остановились, чтобы купить хлеб и арбузик. Уже вечер, но уже доехали до Хачмаза. Вот такой вот район интересный. Очень здесь мужик, которого чуть не сбили мы, нечаянно. И потом такой брат говорит, ничего страшного. И он такой, ну, ну, ничего. А что-то, где грязный. Ну и что, что грязный? Ну и что? Смотрите, как он у него. Все, ты зазвездилась, Акадий. Все, ты стал звездой. Реально он любит, а, наручки. Вообще, это расцветка. Я обожаю эту расцветку кошек. Это мальчика, где точно на Твикса похож. Посмотрите. Да, я посмотрю, мальчик. Мальчик это. Давайте посмотрим. Убери ему ногу. О, мальчика. О, моя девочка. Еще какой мальчик тут. Слушай, мой мальчик. У меня тебя семь носа тут грязные. Девочка, я мальчик. Девочка, я мальчик, я мальчик. Мы сейчас приехали. Мы у мамы Перваны. Сейчас здесь разгрузимся. И потом уже поедем к бабушке моей. Смотрите, кого я нашла здесь. Какой красавец. Точно на Твикса похож. Мальчик, радуй, радуй. На ручках любит посидеть. Жалко темно. Ничего не могу вам заснять. Ничего не видно. Вам хотя бы видно меня или нет? Давайте лучше вот так. Как только приехали в эти участки, сразу запах навоза, запах костра. То, что я люблю. Купили арбузы, дыннику и все, двигаемся. Между нашей деревней и соседской есть вот такой большой супермаркет, где есть абсолютно все. Сейчас брат зашел туда. Сейчас, кстати, на кассе оплачивает все. Купить кое-что и все, двигаемся в сторону деревни. Будь-дорогу. Мы уже на месте. Какой здесь запах? Какая здесь атмосфера, ребят? Вот не передать. Жалко, что через видео невозможно передать. Мы принесли арбузик, купили хлебушек, вот такой вот дыннику и вот такая атмосфера. Такой вайп здесь стоит. Мама, видимо, нам приготовила здесь вкусняшку, кстати. Купили новую плиту. Поздравьте нас. У нас новая газовая плита. И вот картошечка жаленая. Открыли ворота. Брат тут заезжает во двор. И я закрываю ворота. Сегодня уже темно, но вряд ли я вам смогу что-то поснимать. Поэтому, наверное, мы уже пойдем спать. Попили чаек. Поднимаемся по лесенке. Это, кстати, та самая лесенка, где мы жгли ос. Здесь еще какая-то жирность есть. Смотрите, какие у нас занавесочки стильные. Дверь какая стильная. Ну, в общем. А сейчас я вам покажу, из-за чего мы приезжаем в деревню. Орешки. Любите шоколад с орехами? Любите. И собирать орешки. Это уже высушенный вариант. Я завтра уже приступлю. Начну помогать мамочке. Я хочу снять. Мама говорит, не снимай. Как не снимай? Людям интересно. Вот эти полки интересны. Откуда взялась эта бумажка интересная всем? Да, вот эта бумажка. Приданная. Мои прапрадедушки. Ой, прадедушки. Извиняюсь. Прабабушки. В общем, это отдых, который мы заслужили. Я, ребят, на чили. На расслабоне. Ой, как хорошо здесь. Вот мне так нравится в деревне. Запах навоза. На самом деле. Откуда навоз? У нас даже... У соседей есть, я чувствую. Еще запах костра. Я обожаю. Все равно здесь воздух какой-то другой. Ну, воздух я согласна. Ну, даже тут запах навоза, он приятный. Да нет у нас навоза. Ну, пока ехали по дороге, я понюхала. Да, это я. Толдурдом планом. Вот. На лоб так блестит. Эх, маме, меня не понять. Такой вот вайп здесь. Я на расслабоне, на чили. Можно даже прям здесь спать. Холодильник завязанный посередине. Отдых, который заслужили. Раньше здесь была дверь. Потом мой дед, он умер, царство ему небесное. Сделал здесь просто полки. Вообще в этом доме было очень много дверей, которые ему пришлось закрыть. В каждой комнате было по две-три двери. С каким умом строили такой дом, я даже понятия не имею. Ну, а так меня клонят в сон. Ехали мы немножко в тесноте, на самом деле, было не очень удобно. Но надо покупать машину, надо получать права, надо двигаться вперед. Вот, надеюсь, что все получится. Потому что, например, если бы у меня была машина, все равно, знаете, какие бы хорошие отношения у меня не были с двоюродным братом. Он такой человек, если я скажу ему, например, поедем туда, он скажет, да-да-да, конечно, давай поедем. Но мне не хочется запрягать постоянно человека, что-то просить, что давай это, другое, третье, десятое. Конечно же, он сделает, с удовольствием сделает. Никогда в жизни не возьмет денег. Но я такой не люблю. Я такой человек, я не люблю ни от кого зависеть. Вот. Поэтому предпочитаю сидеть здесь. Но дай бог, когда-нибудь я буду гонять. Мам, тебе так подходит эта короткая стрижка. Да? Да, очень классно. Даже не отросли у тебя волосы. Хотя месяц. Я хотела тебе краску, кстати, привезти. Она скоро приедет. Ну вот. Мамочка скоро приедет, поэтому будут новые рецепты на мамином канале. Ссылочку вам оставлю в инфобоксе. Переходите уже подписывать. Подписывайтесь на старте, ждите. Вот, кстати, та самая обувь, которую я изначально заказывала себе. Посмотрите, какой огромный размер пришел. Заказывал в соответствии с размерной сеткой. И мне очень понравился дизайн, поэтому я решила себе заказать что-то наподобие. Хотела такие же заказать. Мама сказала, ну что, будем в одинаковом. Уходить. Поэтому заказала уже другие, но тоже похожий орнамент. Вот эти цепи смотрятся очень стильно по мне. Я была в этих. Сейчас уже переобулась в домашние шлепанцы. Свет здесь очень слабый. И говорю я полушепотом, потому что в соседней комнате спит брат. Вот такая у меня постелька. Закрыла я окошко на замочек. Хотя мама говорит, открой, оттуда букашки всякие. Живность. Поэтому я предпочитаю больше свое спокойствие. В общем, вот так вот буду спать. И уже потихоньку прощаться с вами. Я, кстати, уже смыла макияж. Вот так вот моя кожа выглядит. Хотя темно, но вряд ли вам что-то видно. К сожалению, мы приехали поздно. И уже темно. Много чего не снимешь. Поэтому завтра будет очень насыщенный влог. Я вам обещаю. Я прям сниму каждый уголочек. И плюс еще хочу снять хаус-тур. То есть показать дом. Все его уголочки. Кстати, здесь есть ковер, который я планирую. Опять не измерила. Опять я не измерила размер своего коридора. У нас просто есть ковер, который идеально туда впишется. В общем, спокойной ночи, мои хорошие. Спасибо огромное за просмотр. Я вас всех очень сильно люблю. Ставьте лайки и подписывайтесь. Много интересного будет.